Девушки отдыхают Все подробности расскажем сегодня Итак, вы смотрите Участок 112 в студии Евгений Плохотин Здравствуйте! И вот только некоторые темы этого выпуска Под колесами пешеходы, авария, которая едва не стоила жизни Не посмотрела на время? Это не аргумент Не все бийские продавцы соблюдают закон и продолжают продавать алкоголь в запрещенные часы Вернулся домой грузом 200 И почему в смерти солдата-срочника родители винят медиков? На линии неисправные автобусы Рейды ГИБДД в нашем городе продолжаются Итак, начнем В Бийске участились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов Так, на этой неделе на улице Шишкова сбили девушку Она получила сотрясение головного мозга Сам же водитель с места аварии скрылся Сейчас он объявлен в розыск А в районе села Малоугренева Под колесами автомобиля в этот же день оказался мужчина Эта авария произошла вечером Водитель, который находился за рулем Лады В темное время не разглядел пешехода Сельский житель шел по проезжей части Да к тому же он был в состоянии алкогольного опьянения В результате дорожно-транспортного происшествия Пешехода госпитализировали в центральную городскую больницу У мужчины диагностировали сотрясение головного мозга Травму головы, а также переохлаждение Сейчас по данному факту проводится проверка И устанавливаются все обстоятельства произошедшего Нужно всегда при переходе убедиться в своей безопасности То есть если вы видите, что автомобиль идет на большой скорости Уже понятно, что водитель ничего не сможет предпринять, чтобы остановиться Поэтому нужно всегда либо посмотреть, что автомобиль находится на достаточном расстоянии от вас То есть он успеет остановиться Либо автомобиль остановился Вот только в этих двух случаях можно переходить проезжую часть Выходить под автомобиль, под движущийся автомобиль, под движущийся автобус Ни в коем случае нельзя Автобус вы никогда не остановите сразу Вернулся домой грузом 200 В Бийске простились солдатам-срочникам 18-летний парень даже не успел понять, что же такое армия Он вступил в ряды вооруженных сил в конце ноября В смерти абсолютно здорового призывника, вернувшегося на родину в цинковом гробу Родственники винят медиков О том, что произошло в нашем следующем сюжете Юрий Езов никогда не бегал от армии С детства он мечтал о карьере военнослужащего Сразу после школы поступил в военное училище Однако проучился там недолго Пришел в военкомат и сам напросился, чтобы его призвали В конце ноября девушка и родители Юрия проводили новобранца в армию Но уже тогда материнское сердце как будто предчувствовало беду Ой, прощались как-то хорошо Ну, волновалась, но я думала, у всех родителей так сердце щемит Невеста была с нами, Кристинка, вон они, фотографии все Все, простились, все, давайте расставайтесь, родители Все, поцеловались, все, пошел И мы пошли Я вот так вот оборачиваюсь, думаю, посмотрите, как он в строй встает А он не встал в строй, он как вот на этом месте стоял И вот так вот И вот так на меня смотрит Мы друг другу еще раз помогали Вот она меня сжалась, она меня больше не разжалась Зачем он на меня так смотрел? 1 декабря новобранцев доставили в воинскую часть Камчатского края Морской пехотинец Юра буквально каждый день созванивался с мамой Последний раз голос сына Надежда слышала 4 декабря Дальше неделя тишины, а потом срочная телеграмма Звонок в дверь, я выхожу с женщиной Не сдает и сама плачет Распишитесь, расписался как смог Все Юрия Язова не стало 12 декабря Он скоропостижно скончался в военном госпитале Официальная причина смерти – инфекционные заболевания менингит За пару дней до отправки в часть Новосибирские врачи поставили парню сразу две прививки Менингококовую и пневмококовую Где вот подхватили ребятишки инфекцию? В Новосибирске или по дороге или там уже на месте Ну пока вопрос открытый Дело сейчас уголовное возбудили, потому что по факту гибели военнослужащего В обязательном порядке возбуждают уголовное дело Ну сейчас только начало Еще делать какие-то выводы, комментарии бессмысленно Дело только открыли, возбудили Иван Данилов – представитель комитета солдатских матерей Алтайского края Его сын в свое время тоже погиб в армии Сегодня Иван Данилов помогает всем, кому пришлось встречать груз-200 А если говорить цифрами, то ежегодно порядка пяти алтайских срочников Возвращаются на родину в цинковых гробах Девять административных правонарушений и это только за четыре часа На этой неделе сотрудники ГИБДД провели в Бийске профилактическое мероприятие «Автобус» В рейде было задействовано восемь нарядов Цель данного мероприятия направлена на выявление нарушений правил дорожного движения Водителями пассажироперевозящего транспорт Также незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств Что является одним из сопутствующих факторов совершения дорожно-транспортных происшествий Такие рейды в нашем городе проходят ежемесячно На этот раз за четыре часа сотрудники ГИБДД составили девять административных протоколов Оказалось, что некоторые водители нарушают правила дорожного движения Не пропускают пешеходов, забывают о мерах безопасности А еще выходят на линию на неисправных автобусах Отметим, что с каждым годом количество дорожно-транспортных происшествий С участием пассажироперевозящего транспорта в нашем городе растет Так, за 11 месяцев этого года в Бийске произошло 19 ДТП В которых один человек погиб, 24 получили телесные повреждения Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах И соблюдать правила дорожного движения Очередное разбойное нападение на пивной магазин произошло в Бийске В совершении преступления подозревают иногороднего мужчину Который в наш город приехал из Петропавловского района Днем в магазин, где торгуют разливными слабоалкогольными напитками, зашел неизвестный мужчина Он попросил налить ему спиртное Когда продавец повернулась спиной, парень зашел за прилавок Зажал девушке рот рукой и потребовал отдать ему деньги Забрав наличные, злоумышленник скрылся Сотрудники правоохранительных органов В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали Сейчас в совершении грабежа подозревают жителя Петропавловского района По данному факту в полиции уже возбудили уголовное дело по статье грабеж Максимальный срок лишения свободы до 7 лет Участок 112 мы продолжаем, смотрите далее в программе За 4 игровых диска 2 года тюрьмы И снова иногородний зашел в бийский магазин Не посмотрело на время? Это не аргумент Не все бийские продавцы соблюдают закон и продолжают продавать алкоголь в запрещенные часы Кровавые трофеи стали серьезными аргументами для возбуждения уголовного дела Браконьеры в Солонешинском районе Итак, в Бийске продолжается борьба с незаконной торговлей алкоголем На днях полицейские совместно с представителями общественности провели оперативное мероприятие После 9 вечера, когда торговать спиртным уже запрещено, они отправились по торговым точкам И в одном из магазинов, несмотря на запрет, алкоголь они все же купили О том, что в этом магазине после 9 вечера можно спокойно купить алкогольную продукцию, полицейским сообщили бийчане Бдительные граждане информацию передали по телефону доверия Сотрудники правоохранительных органов отправились в эту торговую точку И тайный покупатель сделал свое дело Факт нарушения налицо Как пояснила сотрудница магазина, она просто не посмотрела на время Однако невнимательность от ответственности не освобождает Кроме того, продавец магазина не смогла предоставить полицейским документы, подтверждающие качество алкогольной продукции По выявленному факту собран административный материал Нелегальный алкоголь изъят и направлен на экспертизу, чтобы узнать его качество А в Солонежинском районе охотинспекторы и сотрудники полиции задержали двух браконьеров Ими оказались местные жители Кровавые трофеи, незаконно хранящееся оружие и отсутствие охотничьего билета Стали серьезными аргументами для возбуждения уголовного дела Вот здесь и произошло место забоя трех косуль Тут внизу были убиты три косули, вытащенные сюда, к дороге Охотинспектор Виталий Чешков показывает алые следы на белом снегу Место, где лежали мешки с кровавыми трофеями Трех косуль браконьеры подстрелили поздним вечером, когда животные паслись во враге Свою добычу преступники пытались загрузить в автомобиль Именно в этот момент их прямо с поличным и задержали охотинспекторы и сотрудники ДПС Сотрудники задержали двух граждан, оба жителей села Солонешное Которые с использованием личного автомобиля и незаконно хранящихся оружий Добыли три особи сибирской косули Ущерб является значительным По данному факту возбуждено уголовное дело Проводится проверка Лица будут привлечены к ответственности в установленном порядке По предварительной оценке ущерб, нанесенный браконьерами, составил 260 тысяч рублей Теперь его предстоит возместить, а также заплатить штраф И еще нарушителей ждет условный срок Окончательное наказание определит суд Всего этого не случилось бы, оформяя разрешение на охоту Тем более, что сезон на парнокопытных сейчас в самом разгаре За два месяца это первый случай поимки браконьеров с поличным Но явно не последний убеждены охотинспекторы Тем более, что часто животные сами идут в руки браконьеров Я вот недавно, дня три, наверное, четыре дня назад Морала с деревни выгонял По деревне ходил Все животные стараются сейчас подойти ближе к деревне, к дороге Из-за высоких сугробов косулям и моралам трудно добывать сухую траву И в поисках еды они выбегают на дорогу и близко подходят к домам людей От такой легкой добычи удержаться способен не каждый Уважаемые охотники, хотел бы еще сказать Не превращайтесь в браконьеров Хотелось бы, чтобы наши дети смотрели на диких животных Не только в зоопарках и на картинках А вот в этих красивых местах И любовались этими красотами Бейчанка пойдет под суд за то, что опорочила честь своей подруги В интернете женщина разместила объявление о том, что ее знакомая якобы оказывает интим услуги С заявлением в полицию обратилась 28-летняя жительница пригородного поселка Которая обнаружила, что кто-то от ее имени разместил в социальных сетях объявление об оказании услуг интимного характера В ходе проведенных оперативно-технических мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы Подозреваемая призналась в содеянном и написала явку с повинной За клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений Женщине грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей Или обязательные работы на срок до 160 часов Повадились к нам иногородние Накануне житель краевой столицы засветился в полицейской сводке Парень в одном из магазинов города украл диски от приставки Sony Молодой человек долго выглядывал, рассматривал продукцию, выставленную на открытых витринах А потом, незаметно, как ему показалось, все положил в свою сумку Но камеры видеонаблюдения все это зафиксировали Ущерб составил около 8 тысяч рублей Вскоре жителя Барнаула задержали В полиции по данному факту уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Это кража Теперь за 4 диска парень может оказаться за решеткой сроком на 2 года Что ж, поиграл А это все на сегодня Не нарушайте закон, и тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо, увидимся через неделю Все, давай, все, пошел, пошел Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok